Приветствую всех зрителей на своем канале. Сегодняшний мой ролик будет целиком посвящен такой фундаментальной теме, как лечение гексометоза. Как вы знаете, все мои ролики на канале построены на честном рассказе о моем живом и неподдельном опыте как у курюмиста в той или иной области. Вот и сегодня я приведу честную статистику количества случаев заболевания моих гексометозов и расскажу о результатах их лечения, а также о той методике лечения гексометоза, которую я с успехом применяю. Всякий, кто держит рыб семейства цихлидовых, рано или поздно столкнется с этим заболеванием в своем аквариуме. Это мое твердое убеждение. Избежать, на мой взгляд, этого заболевания полностью невозможно. Поэтому бояться его не стоит. Тем более, что данное заболевание прекрасно лечится даже в запущенных стадиях. Теперь, что касается немножко теории. Как вы знаете, гексометоз – это кишечное заболевание протозойного характера. На Западе его еще называют дырчатая болезнь. Почему? Потому что очень часто это заболевание сопровождается возникновением гнойничков на теле рыб. Обычно это в области головы, которые после того, как гнойники лопаются, образуют соответствующий рубец или впадинку на теле рыбки, как бы визуально напоминающую дырку. Однако, я не хочу вас грузить в этом ролике теоретическими знаниями в области признаков, причин и многочисленных методик лечения гексометоза. Я буду рассказывать и показывать в нем конкретно свою практику лечения этого заболевания на конкретном примере заболевшего у меня на днях гексометозов самки Гискуса Туркиса. Однако, тем не менее, если вы только впервые столкнулись с этим заболеванием, настоятельно рекомендую вам прочитать просто, на мой взгляд, фундаментальную статью «Лечение и профилактика гексометоза и кишечных инвазий у цихлит», которую блестяще написал и заложил аквариумист Евгений Грановский и опубликовал ее еще в 2006 году на сайте americancyclists.ru. Вот, собственно говоря, сама эта статья и ссылка на эту статью будет у меня приведена под видео. В этой великолепнейшей статье он впервые опубликовал методику лечения, которую я называю методика 9 дней и которую с успехом применяю для лечения этого заболевания у своих дискуссов. Итак, я запустил аквариумы с дискуссами в декабре 2014 года. Таким образом, за два полных года у меня было ровно 4 случая заболевания гексометозом. Первый мой опыт лечения гексометоза был основан не на методике Евгения Грановского, а на моих собственных выводах, которые я вынес от прочитанного рассчитанного на многочисленных формах аквариумистов, как говорится, собранного пылесосом отовсюду понемногу. И в результате этого лечения рыбка умерла. Основная ошибка, на мой взгляд, была в следующем. Первое. Я слишком поздно распознал это заболевание. То есть рыбка уже на тот момент, как я приступил к лечению, болела где-то по моим ощущениям уже более двух недель. Кроме того, я лечил это заболевание вполне добротным препаратом Сера Бактапур Директ, но допустил грубую ошибку. В процессе лечения этим препаратом добавлял параллельно другой препарат Антибак, чего делать категорически нельзя. То есть нельзя одновременно смешивать два разных сильнодействующих лекарства. В двух последующих случаях я уже лечил заболевших своих дисков строго по методике Евгения Гранунского, по методике 9 дней. В обоих случаях, несмотря на то, что заболевание у рыб уже было запущено, то есть они болели где-то уже более недели, тем не менее мне удалось успешно их излечить. Много ли это или мало? Четыре случая заболевания гексаментозом рыб за два года. Вы спросите. Мой ответ. Это ни много, ни мало. Это жизнь. Так, как есть. Можно ли было вообще избежать гексаментоза у начинающего аквариумиста? Мой ответ. Скорее нет, чем да. Можно ли было бы уменьшить количество случаев заболевания гексаментозом при наличии знаний об этом заболевании у аквариумиста? Мой ответ. Да. Я абсолютно уверен, что можно было бы уменьшить как минимум раза в два. Поэтому, надеюсь, посмотрев мой ролик, вы, как говорится, не будете допускать те ошибки, которые я допускал, и будете с успехом применять ту методику, которую я вам расскажу. Итак, началось все с того, что у меня где-то примерно три недели тому назад заболела самка Дискуса Туркиса. Вот вы видите у нее на голове характерные гненнички белого цвета. Вообще, эта самка у меня уже звезда Ютуба. Буквально пару роликов назад я снимал про нее же ролик под названием «Из жизни дискуссов, иерархические конфликты стаи и методика им противодействия». Как вы помните, кто смотрел этот ролик, данная самка была жертвой, она была закусана и забита конкуренткой вот этой вот справа от нее находящейся самкой Дыни. Значит, дискусса с самкой Дискуса Дыни. В результате я был вынужден, значит, так как, в общем, достаточно оперативно я обратил внимание на то, что самка Дискусса Туркиса заболела. Буквально, я думаю, не более трех дней она болела на момент, как я ее, значит, пересадил. И пересадил ее в отдельный отсадник, он 7-литровый, вот, где успешно, собственно говоря, применяя методику Евгения Грановского, ее лечил. Значит, что, ну, вот вы видите, что этот отсадник оборудован акваэлевским фильтром с аэролифтом, значит, акваэлевским же обогревателем и градусником. Лечить я буду, соответственно, ее по методике курса лечения метронизола Евгения Грановского, метронидрозолом и милофиксом. В первые, значит, пять дней из семи активной фазы лечения. Значит, метронидозол, как вы знаете, это достаточно такой популярный, как раз, значит, противомикробный, противопротозойный препарат, противопротозойный, если по-русски перевести, это противопаразитарный. Значит, как раз именно действие, как раз в кишечных заболеваниях, он особенно эффективен. Значит, милофикс это, ну, скажем так, препарат растительного происхождения на основе экстракта листьев чайного дерева. Вот, милофикс даже можно делать в домашних условиях. Итак, в первые сутки я буду добавлять вечером метр недозол из расчета 250 миллиграмм на 40 литров воды. Естественно, я перевожу это на свой объем отсадника. В моем случае это вот будет примерно одна пятая часть таблетки метронидозола единовременно. Значит, что еще нужно сказать? Евгений Грановский рекомендует держать температуру на, значит, весь период лечения в диапазоне 26-30 градусов. Я в данном случае вот отхожу от его методики и все, как минимум из 7 дней, 5 дней активной фазы лечения, я поднимаю температуру и держу ее на 33-34 градусов. Вот, потому что поднятие температуры все-таки, ну да, есть такое мнение, в общем, она подтверждается, все-таки препятствует дальнейшему размножению бактерий, либо там, вот, либо каких-то протозоидных инвазий. Значит, соответственно, что еще я должен сказать по этой методике? Значит, в первые сутки мы больше ничего не добавляем, только один метронидозол вечером вот в этом в объеме. Ну, в моем случае это одна пятая часть таблетки. Значит, метронидозол, имейте в виду, он плохо остворяется в воде, поэтому после того, как вы вот эту часть таблетки расплющили, вот, или целиком там таблетку расплющили, смотря какой у вас объем будет от садника, обязательно залейте его такой достаточно горячей водой, я просто делаю кипяченую воду, подогреваю, вот, и, соответственно, разложу в горячей воде, а потом уже размешаю с прохладной водой и добавляю в аквариум, потому что метронидозол действительно в обычной воде, там, на 30 градусов он очень плохо растворяется. Вот, значит, в принципе, вот, собственно, для первого дня лечения этого достаточно, то есть мы вечером кладем одну, значит, одну дозу метронидозола. Так, ну, собственно говоря, что еще можно сказать про само заболевание, значит, признаками заболевания может быть это раздутая брюшко, частичная потеря аппетита, либо раздушитая брюшко, полная потеря аппетита, либо белопрозрачные нитевидные экскременты, либо дырки на голове, вот, в моем случае, как раз дырки на голове или рыли, как еще и говорят. Итак, переходим ко второму сутокам лечения, чем принципиальное отличие, что мы утром подменяем 25% свежеотстойной воды, и опять же добавляем еще одну дозу метронидозола. А вечером мы опять добавляем третью дозу метронидозола в том же самом объеме все время. Вот, собственно говоря, это принципиально отличие. То есть во второй день две дозы метронидозола, это важно, это важно. Итак, следующее, это третий и с третьего по пятой сутки мы также продолжаем подменять 25% от свежеотстойной воды, и уже добавляем еще милофикс из расчета 5 мл на 40 литров. Ну, в моем случае это примерно 0,8 мл на 7 литров. Ну, если вы чуть ошибетесь, условно говоря, у вас такой же будет 7-литровый отсадник, достаточно удобный для лечения, можно 1 мл добавлять, то есть это не критично, там вот эти доли. Значит, имейте в виду, что милофикс, он очень активно пенится сразу же, поэтому его желательно как раз добавлять в зону, где у вас идет аэролифт или диффузор стоит, чтобы он тоже максимально смешался. Теперь, принципиальный момент, шестые сутки, значит, что мы делаем по методике? Мы утром подменяем 2 трети воды, из которых 1 треть из общего аквариума, значит, и 1 треть свежеотстойной воды, вот, то есть идет подмена 2 трети воды. А вечером мы добавляем левометицин 500 мг на 30-20 литров. Вот, ну, соответственно, также высчитываем пропорцию касательно, значит, 7 литров, вот, в моем случае. Это очень важный момент, значит, почему мы так делаем? Вот, можете обратить внимание, вот, вроде бы уже все, мы не видим гнонячков у дискуса на голове, да, то есть все, они уже, в общем-то, за 5 дней прошли, но еще какая-то вот у нее в рубце на лбу, вот эта вот какая-то мотня гнонячковая осталась. Вот вы видите, видите, бантайция колышется. Ее нужно обязательно также вылечить, чтобы она, как бы, пропала, высохла. Значит, поэтому добавляем левометицин. Что такое левометицин? Это классический антибактериальный препарат, или по-русски говоря, антибиотик широкого спектра действия, достаточно сильный, поэтому Евгений Грановский справедливо пишет, что если рыба сильно дергается, снизить дозировку посредством подмены 1 треть свежей отстойной воды. Поэтому внимательно смотрим на самочувствие вашего пациента. Вот. Либо он пишет, утром добавьте милофикс. Ну, в любом случае, я рекомендую левометицин добавлять. Единственное, что могу сказать, что вот милофикс, его можно смешивать с этими антибиотиками, либо с метронидозолом. То есть милофикс, это растительный препарат, его можно. Но ни в коем случае нельзя смешивать и левометицин, и метронидозол. То есть на момент подачи левометицицина уже у вас метронидозола не должно быть в воде. Вообще, имейте в виду золотой принцип, который, в принципе, Евгений Грановский вывел, что активная фаза, что метронидозол, что левометицина, это 8 часов. В принципе, дальше уже, в общем-то, лекарство не действует. Это вот имейте в виду, что где-то экспозиция вообще каждого лекарства примерно 8 часов. Вот, теперь, значит, ну, наблюдаем каждый раз внимательно самочувствие вашей рыбки. Вот, в моем случае, в принципе, рыба к седьмому дню уже хорошо пошла на поправку. После добавления левометицина рыба не задергалась, нормально перенесла левометицин. Значит, вот эта вот мотня, которая у нее была, гненечковая, значит, на рыльце, прошла, также полностью исчезла. В принципе, рыба вылечилась. Можно начинать подготовку для пересадки рыбы. Ну, это еще вот шестые сутки, еще она в левометицине находится. Вот, поэтому вот эта мотня еще у нее на голове осталась. На седьмые сутки уже ее не будет. А вот, значит, соответственно, на седьмые сутки будем уже подготавливать ее к пересадке, возврату в общий аквариум. Это тоже отдельная процедура, ее тоже нужно соблюсти правильно, чтобы не было, как бы, никаких вот таких резких перепадов по параметрам воды и так далее и тому подобное. Итак, значит, я еще раз покажу, как выглядит теперь, точнее говоря, вот покажу, как выбрать препарат левометицин. Ну, вот, АктиТаб. Значит, антибактериальное средство. Выпускается в таблекторах по 500 миллиграмм. Соответственно, высчитывайте пропорцию и добавляйте. Итак, седьмой день, поздний вечер. В общем-то, в этот вечер будем возвращать рыбку обратно в аквариум. Что я делаю? Значит, ну, в любом случае нам необходимо... Во-первых, я где-то после пятого дня уже снижаю температуру обратно на 28-29 градусов, то есть обычную для рыбы температура. Пять дней она у меня при температуре 33-34 градуса. Вот, собственно, седьмой день. Вы видите, что уже все прошло. Значит, никаких нанечков нет. Значит, постепенно вот эти вот ранки у нее на голове будут рубцеваться. Вот. И, соответственно, пересаживаем рыбу в еще один такой промежуточный отсадник с чистой водой и аквариумной водой. Вот. В которой мы выдерживаем 30 минут. Ну, и это уже моя методика. Это не Евгений Грановский. Это я так решил, что, в принципе, 30 минут вполне будет достаточно. Значит, для чего я выдерживаю 30 минут? Я добавляю вот в этот небольшой объем. Тут у меня, наверное, ну, максимум, может быть, 2,5-3 литра. Я добавляю антистрессовые препараты, как рекомендует нам Евгений Грановский. Ну, в частности, вот у меня есть препарат JBL, Аклимоль. Очень хороший. В нем большое количество находится витаминов. Вот. И йод. Йод, кстати, очень хорошо полезен для рыб. Именно для их адаптации в новых аквариумов после транспортировки или после каких-то стрессовых условий. То есть он подавляет вот стресс. Рыбка, значит, успокаивается. Ну, вот мы видим, что рыбка ведет себя очень спокойно. А вот, в общем-то, еще, конечно, она находится под воздействием, в общем, всей этой процедурой лечения. Вот. Но потихонечку вот через те же антистрессовые препараты, через, значит, другие способы ее адаптации. Ну, то есть я, условно говоря, выставляю ее не где-то там держу, а прямо напротив держу большого аквариума, куда она пересаживается. Конечно, ее успокаивает вид других рыб. Вот. И она как-то уже понимает, что хозяин собирается ее вернуть в общий аквариум. Ну, я так надеюсь, что она это понимает. Как-то я уже заметил, что рыба действительно, если ее ставишь в отдельной банке, там, условно говоря, перед большим аквариумом, все. Рыба как-то сразу успокаивается. Она видит своих сородичей. И как-то уже менее волнительно проходит эта процедура пересадки в аквариум. Вот, значит, собственно говоря, значит, что еще нам говорит Евгений Грановский для завершения лечения? Он говорит, что, ребята, вот после седьмых суток, пожалуйста, еще добавляйте мелофикс. Вот. Из расчета, опять же, 5 миллилитров на 40 литров, значит, ну, опять же, вы считаете пропорцию вашего аквариума, уже большого, в который вы пересаживаете дискуса. Вот. Для чего это делается? Для того, что нужно, значит, еще пролечить в общем аквариум, как минимум 2 суток. Итак, я уменьшаю освещение. Опять же, так сказать, все это создаю антистрессовые условия. И возвращаю рыбку, ну, обычным способом, собственно говоря, с очком. Ее возвращаю обратно. В принципе, мой ролик сегодняшний начинался вот с этого отрывка, отрывка, где я показывал, как я пересаживаю уже выздоровшую полностью, прошедший полный курс, семидневный полный курс лечения. Я возвращаю вот эту самку дискуса туркиса в общий аквариум. Вот. Это всегда такая процедура волнительная. Вот. Но меня больше всегда занимает вот реакция других рыб на возвращение той рыбки, которую они уже не чаяли видеть. Они очень так трогательно начинают к ней все подплывать, ее обнюхивать. Видимо, от нее еще пахнет всеми этими лекарствами, особенно милофиксом. Он очень похуже, похуже, потому что экстракт чайного дерева. Ну, вот вы в аптеках. Кстати говоря, ребята, имейте в виду, что милофикс, он, в принципе, стоит очень дорого, так как это американского производства. Естественно, подвержена цена всем этим валютным колебаниям. Поэтому, я вот недавно вычитал, на форумах люди вполне с успехом изготавливают милофикс домашнего производства. На основе экстракта чайного дерева он продается в аптеках и морской соли. Вот. И все это трясут. А, и плюс добавляют дистиллированную воду. Вот ключевой момент. Ну, или астматическую воду. И трясут в бутылке, потом, говорит, качество такое же. Итак, значит, сейчас что мы наблюдаем? Это, собственно говоря, восьмой день лечения. И мы наблюдаем с вами первое кормление. Значит, выздоровшие рыбки. Очень важное первое кормление. Ну, в данном случае это мотыль. Мотыль. Ну, вот вы видите, она в первых рядах, эта самка. Это очень хорошо. То есть, аппетит к ней вернулся. Он, в принципе, ее и не покидал в данном случае. Но, все равно, она все-таки 7 дней провела без еды. Поэтому, очень важно, чтобы она ела. Вот. Ну, мы видим, все нормально ест. Сейчас я буду снимать ее крупным планом. Чтобы вы посмотрели, что никаких гнойничков, значит, нет у нее на голове. Но, тем не менее, вот эти, так называемые, уже очищенные от гноя дырки, рубцы, они пока остаются. Забегая вперед, ну, надеюсь, что постепенно они будут как-то затягиваться. Посмотрим. Это вот более позднее уже буду снимать. Значит, что еще хочу сказать вам. Ну, и вот касательно профилактики. Вот Евгений Грановский говорит, что, в общем-то, есть несколько способов, значит, несколько причин, почему, собственно говоря, гексометоз возникает. Так, сейчас я о них, наверное, чуть-чуть попозже расскажу. Вот сейчас идет 9-й день. Тоже очень важно. Первое кормление фаршем. И, собственно, завершение лечения. Значит, вы поняли, да, что на 8-й, 9-й день мы добавляем в общий аквариум мелофикс. То есть, как бы продолжаем вот лечение вот этим, значит, антибактериальным препаратом на основе, значит, чайного дерева. Ну, в аптеках продается масло чайного дерева. Тоже можно использовать. Вот. Значит, мы видим, что аппетит отличный. То есть, рыбка кушает фарш. И, в общем, у нее вполне все хорошо с аппетитом. Значит, возвращаясь к Евгению Грановскому, хочу сказать, что вот он выделяет, какие случаи, какие признаки возникновения гексометоза. Первое, это перекорм. То есть, надо избегать перекорма. Далее, неудовлетворительные условия содержания. Например, недопустимо низкая температура воды, либо избыток органики и нитратов. Наличие в воде тяжелых металлов и других вредных элементов. А также стрессы. И, соответственно, неправильный выбор кормов. Или, например, однообразное кормление. То есть, вот этого старайтесь избегать. Это действительно, как бы, профилактика лечения гексометоза. Значит, вот сейчас у нас 14 день. Я показываю вам рыбку крупным планом. Это у меня контрольная съемка. И обратите внимание, вот эти вот рубцы, они начинают затягиваться. Вот сейчас резкость навел. Ну, они начинают затягиваться и темнеть. Посмотрите, вот там, где была вот этот рубец, ямка, вот он начинает темнеть, чернеть. То есть, и рыбка явно выздоровела. И вот эти рыбцы, которые, в общем, были такие некрасивые, дырки, они начинают все-таки затягиваться. Это очень-очень хорошо. Ну, как вот оспа у людей, да. То есть, вот эти оспинки, они остаются, но уже не такие страшные, как вот бывает в активной фазе заболевания. Ну, собственно говоря, ребята, что я вам желаю? Чтобы ваши питомцы никогда не болели и вы сами не болели. Крепкого всем здоровья. Всех, все, если какие-то будут вопросы, готов ответить под видео в комментариях. Всем пока-пока. Продолжение следует...